Дорогие подписчики, дорогие гости моего канала, я, как всегда, вас рада приветствовать. Для новеньких меня зовут Татьяна Гелакси, и я доктор наук интегративной медицины США. Друзья мои, я, наверное, еще такого видео никогда не делала, но сегодня я все-таки обязательно должна его сделать. Я считаю это своим долгом. Я считаю это тем, какую клятву я когда-то давала. Я считаю, что люди на моем канале должны быть действительно избранные, действительно понимающие, и если они чего-то не понимают, пускай они обучаются также на моем канале. Друзья мои, я не просто так сегодня начала именно видео с этого, у меня такого контента еще никогда не было, но я постоянно читаю абсолютно все ваши комментарии, и ваши комментарии меня действительно вводят в ужас, в тот ужас, который вы сами себе делаете. Я иногда смотрю на те ссылки, которые вы мне присылаете, которые я не публикую, потому что их нельзя публиковать, потому что эти ссылки, просматривая один раз, я вам скажу честно, мне хочется того, кто сидит за камерой, а я сейчас говорю именно о некоторых врачах, естественно, не о всех врачах и не о всех специалистах и не о всех блогерах, но о тех врачах, которые могут налево и направо раздавать необоснованные советы, необоснованные рекомендации, не зная вас, не зная состояния вашего здоровья, делать просто так видео нельзя, нужно всегда это оговаривать, нужно в конце говорить все pros and cons, то есть все то, что за и все то, что против. Нельзя обобщать всех людей, и, наверное, все-таки доктора, пусть доктора меня послушают, наверное, все-таки эти доктора должны говорить нормальным, доступным, человеческим языком, не медицинскими терминами, потому что кто может говорить медицинскими терминами на самом деле, вот из всех, наверное, каналов, это буду я, потому что мне очень тяжело переводить медицинские термины с английского, многие есть на латыни, многие с английского народа, но я это делаю, и они это могут делать. Эти ссылки, которые даются нашим людям, нашим, я имею в виду русскоязычным, всем тем, кто слушает и понимает русский язык, эти ссылки, которые даются, должны быть миллионы раз перепроверенные. Эти ссылки, которые на сегодняшний день, на них ссылаются, но на них нормальный человек и нормальный доктор, который знает ситуацию и в мире, и в мире медицины, и в мире большой фармы, они должны подумать сто раз, что они делают для своих подписчиков и для своего народа, потому что они живут там, да, они живут там, они живут в России, они живут в СНГ, они живут там, так нельзя обращаться с народом. Вы же, друзья мои, которые на моем канале, от ваших комментариев волосы стоят действительно дыбом, я иногда читаю и думаю, как же мне, каким боком мне что-то рассказывать вам, если вы поймете, но вы потом побежите на другой канал, и там вам скажут другое, и вы прибежите опять на мой канал и напишите, вы такие советы даете, вы не имеете права давать однозначные советы, вы пишете, вот у этой женщины было то-то, то-то, посмотрите ее канал, она вылечилась от этого, и вы вылечитесь. Невозможно, невозможно вылечиться и вам, и той женщине одним и тем же. Нас создатель создал совершенно разными людьми, мы все совершенно разные, нету совершенно одинаковых людей. Есть люди похожие, двойняшки, близнецы, это похожие люди, но и они не одно и то же, не одно целое. Они между собой, умом, могут быть одним целым и внешним видом, но организмом и клетками, они похожи, но это не одно и то же. Нету абсолютно идентичных на сто процентов людей. Как вы можете давать такие советы? Вы ставите абсолютные эксперименты на себе. Я не знаю, как вам объяснить. Я читаю ваши комментарии, но я их не могу пропускать, я их пропускать не буду, потому что это неправильно, потому что я считаю своим долгом вам сказать. Вы должны себя беречь. Вы не должны смотреть, как кто-то от чего-то вылечился, как какой-то знайка или не знайка, или это может быть даже и не доктор, который получил свое образование непонятно в 90-х в каком-то подземном переходе, который сейчас сидит и вам говорит такие глупости, от которых нормально, вот у нормального доктора, я не знаю, брови домиком станут, понимаете? Я иногда это своим коллегам перевожу, что есть, а иногда коллеги, которые понимают. Мы вообще не понимаем, о чем говорит доктор, и как можно, какое он имеет право так все обобщать, не зная человека. Я не просто так сегодня это начала. Я это начала, потому что сейчас мы живем в мире, в таком мире, когда люди страдают от заболеваний, и в таком мире, когда доктора, многие такие же доктора просто умывают руки. Конечно, есть очень много прекрасных врачей, прекрасных врачей, которые, у которых самоотдача стоит намного выше, чем их собственное эго. Но вы должны понять, что вы должны перестать давать такие советы, перестать присылать друг другу вот эти вот ссылки ни о чем. Что? У меня просто сегодня нету слов. Вот просто нету слов. Сегодня мы с вами поговорим, косвенно поговорим о таком гармонии, гормоне, не знаю, о таком гармонии, наверное, эстрогене. А точнее я вам расскажу, какая еда имитирует эстроген. Я вам расскажу, почему нельзя на все смотреть только с одной стороны, и почему нельзя слушать ни в коем случае, ни в коем случае ничьи советы. Ничьи советы о еде, о пище, ничьи советы об образе жизни. Почему нельзя брать пример с какого-то одного человека и применять его к себе и своим близким. Это опасно. Это может обернуться ничем другим, как смертью, либо органа, и также после этого будет смерть и человека. Я вам объясню, почему одним помогает одно, другим помогает совершенно другое. И почему мир интегративной и функциональной медицины неоднозначно отзывается об этом гармонии. Я, естественно, сделала себе наброски, чтобы все не забыть. Я очень хочу донести это до тех, кто на моем канале. Мне не безразлично, кто меня слушает. Мне никогда не было безразлично это. Мне абсолютно безразлично, платит мне YouTube или не платит. Абсолютно. Я от него не завишу. Мне важно, чтобы если люди меня слушают, они получали массу той информации, которая им поможет. Которая им поможет разобраться в их же здоровье. Но для этого вам нужно не иметь иголки в одном месте, простите меня, пожалуйста, а сидеть и слушать. И я знаю, что очень многие люди меня конспектируют. Спасибо вам большое. Когда-нибудь, но это будет не сейчас и не скоро, когда-нибудь я, может быть, буду делать частные лекции в частной школе. Но пока что я не могу это делать в связи с тем, что у нас всего 24 часа в сутки, в сутках. Я везде быть просто никак не могу. Да и просто так такие знания давать невозможно, потому что не каждый простой человек это поймет. Я не говорю, что все люди простые, золотые, серебряные. Нет, не в этом смысле. Но нужно, чтобы у человека была хотя бы какая-то база, база знаний. И базу знаний даю я вам сейчас. Друзья мои, очень многие боятся эстрогена. Очень многие, как только слышат, гормональная терапия им сразу становится плохо. Но сегодня мы будем говорить не об этом. Сегодня о самом простом. Чем вы можете себе помочь? Пожалуйста, это видео пересылайте другим, своим близким. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Для себя, не для меня. У меня и так работы хватает. Но досматривайте мои видео до конца, потому что до самого последнего слова я даю вам важную информацию. Иногда я могу забыть дать эту информацию в начале, и у меня это всплывает в памяти в конце видео на какой-то сороковой или пятидесятой минуте. Найдите время. Это ваше тело, это ваш организм, это ваше здоровье, это ваше долголетие. Итак, почему мир интегративной медицины, мир функциональной медицины неоднозначно отзывается об этом гармонии? Почему многие боятся его? Почему он многим просто необходим? Почему всегда нужно, всегда нужно рассматривать каждого человека индивидуально? Потому что каждый из нас – это индивидуум. Сегодня, как я уже сказала, речь у нас пойдет о самом простом – о еде. Итак, друзья, как вы уже знаете, еда играет очень большую роль в выработке наших гормонов. Тут и всеми, казалось бы, безобидные фрукты, навязанные модными сектами, всякие потребления большого количества мяса, большого количества овощей, сыроедения, травы, напитки, смузи, шейки – все, что хотите. Вы должны понять, что это все новое. Что было – это было навязано вам. Очнитесь. Очнитесь и вспомните, какая должна быть еда. И что мы когда-то знали о еде. А что мы теперь знаем. И почему мы так много заморачиваемся теперь о еде. Все это навязанное кем-то вам, с интернета, с каких-то книжек. Это грех. Это грех на тех людях, которые, зная свой опыт, говорят, что это помогло только ему. И он на почве этого создал какую-то диету, которая теперь ведет за собой миллионы нездравомыслящих людей. Людей, у которых нет внутри стержня. Нету своей интуиции. Нету никаких знаний. Нету никаких основ. Основ о том, что ему хорошо, о том, что хорошо для какого-то органа, и о том, что ему приносит счастье в жизни. Вы знаете, что наш человеческий организм, он действительно это умнейшее создание. Но, к сожалению, он не всегда и не у всех конвертирует всю, даже самую здоровую пищу именно в то, что нам действительно нужно. Этому способствует очень много факторов. фактор сна, фактор работы, фактор человека, который рядом с вами, фактор вашей семьи, фактор погоды, фактор климата, фактор вашего дома, фактор обустройства, переезда, что угодно. все действует на человека. Мы не живем в коконе, я вам уже об этом очень много раз говорила. Итак, у каждого человека эстрогены биосинтезируются или ароматизируются по-разному. То есть, когда мы изучаем теорию, в теории все у нас разложено по полочкам. А когда дело доходит до практики, то та же самая еда одному человеку даст силу, а другому человеку даст только упадок сил. У одного гормональная система будет процветать, а у другого она будет увядать. Один человек будет выздоравливать, а у другого человека будут образовываться онкологические клетки, свободные радикалы. Разные фрукты, разные бобовые, зерновые, животные, продукты, даже травы содержат в себе химические вещества, которые либо содержат гормоны, либо взаимодействуют с гормонами, то есть, либо повышают их, либо понижают их, как угодно. Либо просто убивают их, либо имитируют. И в результате, на тесте крови, вы видите свой результат. А на тесте крови вы можете видеть один результат, а на тесте слюны совершенно другой результат. И это так же имеет значение. Все имеет значение. Ваш тест – это рефлекшн того, отражение того, что вы поели вчера, позавчера, и поэтому очень часто нужно делать не один тест, если там что-то плохо, а еще через несколько месяцев, я бы сказала. Это очень важно знать, в каком направлении работает ваш организм. Самое главное составное в еде, которое имитирует эстрогены, это фитоэстрогены. Но вы знаете, что фитоэстрогены – это эстроген растительного производства, растительного происхождения. Но не только. Еще в соевых содержится большое содержание органической составной, которая называется кумистрой. Об этом очень мало говорится, об этом очень мало исследований проводится. Это очень дорогостоящие исследования, чтобы вы знали. Очень дорогостоящие. И поэтому я всегда говорила и говорю, если вы что-то покупаете, будьте уверены, что вы покупаете то, что прошло какие-то исследования. А если вы покупаете со своих iHerb, какие-то сапплементы, которые стоят 5-6 долларов, я понимаю, я понимаю, что это дешево. Но вы себе можете очень-очень сильно навредить. И вы так и делаете. Потому что люди, которые приходят ко мне на консультацию по WhatsApp, я вижу, что они потребляют, и они же мне присылают свои тесты все. Практически все. Я могу и без тестов это делать. Но с тестами, конечно, более нагляднее. И я вижу, куда ведет то, что они потребляют. Это страшно. Это страшно. Итак, фитоэстрогены – это растительная версия эстрогена. А кумистроли очень мало кто делает ресерчи. И сегодня мы не будем об этом говорить, потому что это слишком глубокая тема. Это вообще тема для исследований. Это тема исследователей. Сегодня я с вами говорю, как просто на равных. Не потому, что я выше, а потому, что я хочу, чтобы вы все поняли. Потому что не все варятся в том же мире, в котором варюсь и я. Вот человеческий организм принимает эстроген от фитоэстрогенов за обычный. Но этот обычный эстроген, он намного слабее, чем синтетический и чем натуральный. И иногда нам нужны именно сильные эстрогены. А как знать? Как можно давать всем подряд советы, если вы не знаете, что с человеком происходит? Как вы можете давать человеку советы из своей личной жизни? Мне помогло это сделать. Сколько хотите, ко мне приходят люди, мне подружка дала, я допила ее лекарство или я допила ее сапплемент, она мне посоветовала. И в организме что происходит? В организме происходит просто каша. Значит, фитоэстрогены подводим под всем черточку. Это версия растительного производства эстрогена, происхождения эстрогена. И человеческий организм его принимает слабее, чем синтетический. Так? Так. Или натуральный. Еще есть вид эстрогена, который содержится в животных продуктах. Ну, например, яйца – это молоко. Яйца и молоко – это первый продукт идет. Потому что все остальные это байпродукты. Это уже байпродукты. Рядные продукты, да? потому что почему яйца и молоко – это первый продукт? Потому что в нем содержится повышенное количество эстрогена. Потому что этот эстроген, продукты, которые вырабатываются из этого эстрогена, они, вернее, из частей, из органов этих животных, вырабатываются органы этих животных, вырабатывают именно эстроген. Это, да, я, наверное, правильно сказала. У меня в голове, я все время перевожу с английского на русский. То есть, например, яйца и молоко, они содержат повышенное количество эстрогена, потому что вырабатываются в частях животного организма, которые вырабатывают гормоны. Вот. Вот так вот. Вот как-то так будет правильно. И, а уже все остальное, вот, например, сыр, да, он же не вырабатывается, скажем, где-то, я не знаю, в яичниках какого-то животного, правильно? Но не вырабатывается. И сыр не вырабатывается, и, скажем, сметана не вырабатывается, йогурт не вырабатывается. То есть, это уже байпродукт, это уже другие продукты. Если у человека понижен уровень эстрогена, то потреблять эстрогенную еду всегда нужно. Да? Это помогает. Но так говорят все. А я говорю, что это не так. Поможет ли это? Мы не знаем, в каком направлении этот эстроген усвоится, что в организме будет преобладать. Давайте посмотрим. Это может быть эстрадиол, который самый важный из всех эстрогенов, из эстрогенов для женщин в возрасте от подросткового до менопаузного возраста, не включая сюда беременность. Это у нас эстрадиол. Еще у нас есть эстриол и эстетрол. А этот эстроген, уже разновидность эстрогена, это уже важная форма, которая вырабатывается только во время беременности. И поэтому женщины во время беременности, у них очень много разных разных гормональных дисбалансов бывает. Поэтому они одну минуту плачут, другую минуту смеются, все могут забыть, потом могут одно кушать, могут купить одно, а потом принести домой, это им не понравится. Это все нормально. Мы вообще-то, наш характер, наш внешний вид, все в нас, это гормоны. Вот если человеку убрать гормон, любые гормоны, мы будем просто... Мы никто. Мы никто. Мы люди без характера, без эмоций. Мы никто. Это может превращаться в организме в эстрон. А эстрон – это уже форма эстрогена, которая важна в постменопаузном возрасте. Все разные формы эстрогена синтезируются из андрогенов и особенно, какой у нас самый важный андроген? Это у нас, естественно, тестостерон, которого почему-то так боятся все, женщины боятся, мужчины, конечно, не боятся. Это очень важный, очень важный, очень нужный женщинам гормон. И вот все формы, разные формы эстрогена, они синтезируются из андрогенов, особенно из тестостерона и андростенедиона. Как они синтезируются? Путем ароматизации ферментов. Но есть еще биосинтезы, которым не нужна ароматизация ферментов. А это уже что у нас? Это уже… Их очень много. Это и у нас и дихайдроэпиандростерон, и 12-хайдростеколестерол, и разные, разные андростенедионы, которых действительно десятки. Их можно перечислять очень долго. Но нужно ли это делать? А вот теперь скажите, может ли навредить так называемая здоровая еда человеку? Здоровая еда может. А может навредить вредная еда человеку? Конечно, может. А почему люди, которые едят постоянно вредную еду, у меня сколько хотите таких? Ничего не принимают, ни лекарства, ничего. Им уже по 90 лет. Они сидят за рулем. У них все нормально с организмом. Почему? Наверное, потому что вот эта часть организма, эндокринная система, гормональная система, у них работает правильно. А есть люди, которые потребляют еду здоровую постоянно, и они ужасно больны. Наверное, потому что вот на эту сторону тоже нужно обратить внимание, правильно? на эндокринную систему, на гормональную систему, делать гормональные тесты, не бояться этого. Это очень важно. Это необходимо. Женщинам, которым уже по 40, 45, 50 лет делают всякие уколы, красоты, филеры всякие делают, заполнители. Друзья мои, как Фаина Георгиевна говорила, что толку украшать фасад, когда канализация не в порядке. На все сто с ней невозможно не согласиться. Вот смотришь иногда на человека и понимаешь, что тут наколото, там наколото, тут затяжка, там подтяжка, тут пошла спортом занималась по три часа, чтобы, как мне многие пишут, вот вы сами сидите, никогда в жизни я никогда ничего не использовала, потому что это в конечном итоге сохраняется в твоем организме. И об этом у нас совершенно другая речь. И также это путем гормонов превращается в что-то очень-очень нехорошее и опасное. Поэтому, чтобы у вас была память, чтобы вы не уставали, чтобы у вас всегда было нормальное повышение веса, обязательно нужно знать свой гормональный баланс. Оно может быть, вес может быть повышен, вес может быть понижен. В определенном возрасте нужно знать, когда что происходит. Если это кому-то не нравится, человеку, который рядом с вами, это очень грустно. просто значит это не ваш человек. Теперь давайте посмотрим, в каком направлении организм складывает вот эти вот эстрогены. Как я всегда говорю, все есть яд, все есть лекарства, и в кумулятивном порядке это все становится очень плохо, либо очень хорошо. Сейчас я вам дам некоторый список еды, которые имеют эстрогенный эффект на ваш организм. Да, она здоровая. Это еда здоровая. Самая эстрогенная еда на свете это еда в принципе растительного происхождения. Теперь, может быть, вы поймете, почему, когда человек сидит на сыроедении, на веганстве, на вегетарианстве, если, конечно, это не временно, если, конечно, это не требует его здоровья, а здоровье очень редко, когда у кого именно требует сидеть на веганстве, веганстве, не знаю, как вы ставите ударение, на веганстве в наше время. Вот сыроедение, веганство, вегетарианство, это все приведет, это все имеет очень большой шанс заболеть эстрогенозависимыми онкологическими заболеваниями. В том случае, не у всех, естественно, но в том случае, если у человека уже был эстроген в норме, или он уже был повышен. Ведь вы, когда садитесь на какие-то диеты, вы не понимаете, вы, мало кто из вас делает какие-то тесты и смотрит, какая вам диета нужна. Мало кто смотрит. Вы идете за тем, что модно. Не идите за этим, это неправильно. Диеты пишут те, кто моментально хочет заработать деньги и прославится. Но это не так. Жизнь показывает совсем другое. И вот если вы сидите на какой-то, скажем так, здоровой еде, и эта еда имеет повышенный эстроген, то свободные радикалы, скажем мягко, в организме обеспечены. Так что всегда нужно проверять, если у вас эстроген был уже повышен, или если он у вас был в норме, нужна ли вам такая диета? Если у человека был эстроген пониже, то по протоколу все должно быть хорошо. А вот по состоянию конвертации никто не знает. То есть как ваши ферменты будут утилизировать то, что вы потребляете? В каком направлении они это будут вести? Ведь говоря простым языком, есть хорошие эстрогены, есть плохие эстрогены. Об этом я уже вам во многих видео говорила. Вы знаете, некоторые ученые считают, что этническая принадлежность человека, его месторасположение, там, где он живет, значительно меняют организм, и человек по-разному утилизирует эстроген. Я с этим частично согласна. Частично. Не совсем, но частично согласна. Но помимо еды, которая напрямую считается эстрогенной, есть еще продукты питания, в которых содержатся составные, которые являются триггером того, что организм сам начинает вырабатывать большое количество эстрогена. И таких триггеров очень много. Мы об этом говорить сегодня не будем, потому что будет очень большая путаница. Но давайте перейдем сейчас к более точному списку продуктов, которые повышают уровень эстрогена. Итак, молочные продукты. Это яйца и молоко. В первую очередь косвенно идут сыры, кефиры, йогурты, ну и так далее. Сметана нигде не упоминается. Сметана может, да, может, нет. Это уже больше. Я бы сказала, что сметана больше идет в разряд аллергический. Если у вас организм принимает сметану, если не вырабатывается большое количество слизи от эстроген, то слизь вырабатывается от всего молочного. От всего молочного. Практически у всех. Друзья мои, я уже неоднократно говорила, не пишите мне о своих козочках, не пишите мне о своих барашках, о своих овечках, не пишите мне. Я даю информацию нормальному здравомыслящему человеку. Если вам что-то... ухо летает. И если вам что-то хорошо, продолжайте потреблять. Но об этом писать не надо. Не тратьте ничье время. В первую очередь свое. Во вторую очередь, какая еда повышает уровень эстрогена? Это орехи. Это орехи и семена. Бразильский орех. Бразильский орех. Миндаль. Кэшио. Жареные соленые пинац. Это арахис. Кедровые орехи. Тыквенные семечки. Семена подсолнуха. Грецкие орехи. Кунжутное семя. Это не все. По семенам. Потом давайте посмотрим на наши бобовые. Кто из всех... Какие из всех это самые изученные? И все их знают. Как фитоэстрогены. Это, естественно, бобовые. Самые большие дебаты среди ученых ведутся полезны ли они нам или нет. Из всех эстрогенных ведутся из эстрогенной еды ученые больше всего смотрят на бобовые. Давайте рассмотрим, какие из них имеют самое большое количество фитоэстрогенов. Это горох. Любой горох. Зеленый горох. Желтый горох. Турецкий горох, который нухут или нут. Чечевица. Фасоль лима. Соевая фасоль. Все соевые бобы. Это сойбинц. Кароб. Кероб. Который считается вообще-то рожковым деревом. Кидни бинц. Это фасоль. Почечная бинц. По-другому называется. Бобы пинта. Пинта бинц. Манг бинц. Машлоби. Это белая фасоль с черным глазком. Тофу. Тофу. Темпей. Это ферментированный вообще-то соевый продукт. Темпей. Этим темпей и тофу очень многие вегетарианцы и веганы заменяют животные жиры, животное мясо. И также фасоль и даманы. Это очень, это очень высокоэстрогенная еда. Теперь давайте поговорим о семени льна, которую вы так безобоснованно рекомендуете в комментариях друг к другу. Постоянно. Семя льна. Я так счастлива, что я не пропускаю вот эти вот комментарии. Вы даже себе не представляете. Потому что, наверное, если человек прочел бы, он уже давно бы вот это вот делал, ваши советы. И никому бы это пользу не принесло. Вы знаете, семена льна, они действительно невероятно богаты. Они богаты лигнанами. Лигнанс – это группа химических таких соединений, составных, которые в организме также конвертируются в фитоэстрогены. На самом деле в семени льна 800 раз больше лигнанов, чем в других растительных продуктах питания. Это много. Это ужасно много. О семени льна идет очень противоречивая информация. Очень много противоречивых исследований, результатов исследований и так далее. Но, опять-таки, сегодня мы говорим о эстрогенной еде. Но почему я затронула семя льна? Потому что оно в организме также конвертируется в фитоэстроген. Вот этот лигнан, он конвертируется в фитоэстроген в организме. Теперь давайте посмотрим, какие фрукты и овощи сюда относятся. Это практически все ягоды и все крестоцветные овощи считаются самыми высокоэстрогенными продуктами. Вот их список. Не правда ли, как много из тех овощей и фруктов, и ягод, которые и являются гойтрогенами. Друзья мои, вы смотрели мое видео о гойтрогенах? Будьте любезны, посмотрите и выпишите этот список. И там я говорила, что нужно делать. Не потреблять их невозможно, потому что мы тогда останемся просто голодные. Нам нечего будет есть. Но что-то для этого нам нужно делать, чтобы эта еда усваивалась правильно. Чтобы плохие эстрогены у нас выводились, а хорошие эстрогены у нас оставались. И для этого я уже много раз показывала вот эту формулу, над которой я работала. Это совершенная формула, которая предостережет от многого. Если, конечно, вы уже не в том состоянии, в котором предостерегаться как бы поздно. Делать какую-то превеншенную терапию уже поздно. Понимаете? Вот эта Healthy Hormones Formula, она помогает очень многим людям. Она помогает уже, я не знаю, сотням американцам, которые просто забегают в клинику и знают, что это такое. Это я говорю для того, что когда вы меня спрашиваете, что мне заказать, вот для какого-то состояния, я вам уже заранее говорю, вот это можно заказать. Я готовлю описание. У меня на это много времени очень уходит. Мне главнее дать вам информацию. Так будет быстрее. Посмотрите видео об эстрогенах. Это важно. Теперь давайте поговорим о зерновых. Вот в сериалах, да, вот эти мюстли, сухие завтраки. Очень большое количество фитоэстрогенов. И в первую очередь это цельная общаница, это овес, это рожь, ячмень. Опять, если говорить о овсянке, да, сколько людей мне пишут, что в овсянке есть глютен. Я не знаю, какую цену вы платите за овсянку. В натуральной овсянке никогда не было глютена, чтобы вы знали. Но это фитоэстроген также. Итак, цельная пшеница, овес, рожь и ячмень. Теперь давайте поговорим о пшеничных отрубях, которые все, все говорят, нужно отруби. Идешь на какие-то каналы. Вот если вы употребляете это, я кладу вот так вот ложечку, я вот это пью, и вот я худею. Броньё это всё. Вы не худеете от этого. И не каждому это можно. В этих пшеничных отрубях очень много лигнанов. И очень противоречивые исследования были сделаны на пшеничные отруби. В одних говорится, что когда человек их потребляет, то уровень эстрогена в плазме крови понижается у женщин. А потом выясняется в других исследованиях, что понижается только за счёт высокого волокна, которое есть в этих пшеничных отрубях. Потому что это волокнистая консистенция, а не потому, что повлияли те самые лигнаны. А теперь скажите, если у человека и так понижен эстроген, как вы думаете? Вот, например, возраст менопаузы. Можно в возрасте менопаузы советовать человеку принимать пшеничные отруби? Нет. Потому что он уже понижает эстроген. Они. Пшеничные отруби. Эстроген от этого понижается. А что у нас понижается в возрасте менопаузы? Конечно же эстроген. Всё теряется. Начинается остеопороз. Потеря памяти. Начинается обвисать кожу. Начинает обвисать. Очень много. Там перечислите, перечислите. Это очень жизненно важный гормон. Так что, когда вы даете такие советы, или положите вот эти отруби в ваши смузи, друзья мои, не кладите их в смузи. Вы не знаете, они вам нужны или не нужны. Если у вас какие-то запоры, для запоров вы должны пить достаточное количество воды, а также посмотреть, что у вас с желудочно-кишечным трактом. Может быть, у вас кандида. Может быть, у вас есть паразитарная инфекция. Я не говорю, что она у всех есть, как сейчас все чистятся от паразитов, от каких-то глистов чистятся. Я не говорю совершенно об этом. Может быть, у вас СИБА. Это small intestine bacterial overgrowth. Это бактериальная инфекция кишечника. Может быть, это. А может быть, что-то другое. А может быть, синдром пролиферированного кишечника. Нужно вначале поставить свой кишечник в норму, а потом уже лечить какую-то причинно-следственную связь. Итак, в менопаузном возрасте плохие эстрогены повышаются, а хорошие у нас понижаются, чтобы вы знали. И как я уже сказала, вот эта формула, она то и делает. Она убирает плохие эстрогены и повышает хорошие. Также, что еще играет роль в синтезе наших выработки, в синтезе наших гормон? Это, естественно, наша печень. Печень у нас должна работать правильно. Печень должна быть очищена. И не так, как вы ее чистите. Нет, не так. Абсолютно не так. Нужно что-то принимать. И вы знаете, что? Многие говорят, я принимаю расторопшу. Друзья мои, просто так принимать расторопшу нельзя, потому что, к сожалению, расторопша, она тоже поднимает эстроген. Но если она в определенной формуле, которая может понизить глюкозу в крови, этот фактор нейтрализуется. Вот эта вот формула. Здесь есть расторопша. Но здесь помимо расторопши есть еще и то, что понижает сахар в крови. Это pure hepa. Чистая кровь. Чистая печень. Здесь все. То, что понижает сахар в крови. То, что убивает раковые клетки. Здесь очень много того, что очищает печень и дает ей возможность работать в правильном направлении. И помимо этого, это делает еще очень много других, очень много других разных свойств имеет. Для печени еще очень хорошо и для желчного пузыря. Вот эта вот формула. Goldbladder. Liver and Goldbladder Supreme. Печень и желчный пузырь Supreme. Очень хорошая формула. Ну и, как всегда, для наших плохих эстрогенов, для особенно защиты груди BCPREP. Очень хорошая, чистая. Я бы не сказала, что она уникальная формула, но она настолько чистая, что я не знаю, где еще такой чистоты формулу можно найти. Потому что, да, потому что я в ответе. И одна женщина мне написала наиглупейший коммент. Но вы же не знаете именно те, именно эти ингредиенты в ваших формулах. Друзья мои, я, наверное, знаю. Потому что я веду контроль. Я их сама выбираю. И еще я вам дам один секрет скажу. Если я захочу быть, вы даже не представляете, какой триллионершей, я могу в любой момент сделать лабораторные исследования на любой из ингредиентов моих формул. И если там что-то будет не то, не то, что я выбирала, и не то, над чем я держу контроль, вы знаете, я открою такой лосьют, что, наверное, мне и вообще ни мне, ни детям, и никому вообще, внукам и правнукам работать никогда не нужно будет. Лосьют – это засужу. Так что вот такие глупости, пожалуйста, не пишите. Вы себя показываете с той стороны, что вы очень малоразвитые, понимаете? А кто же держит контроль над этим всем? Как вы думаете? Кто? Те, на кого вы ссылаетесь в ваших ссылках? Очень жаль, что вы даете друг другу такие ссылки. Очень жаль, что ваши доктора ссылаются постоянно на многие американские институты, университеты, докторов, которых я лично знаю, где я лично бываю. И мне очень жаль, что идет такая дезинформация. Потому что, если вы не знаете, вы лучше не давайте людям такие советы, потому что люди могут сделать все, что угодно. Они могут купить, они могут послушать, они будут принимать. И к чему они придут? К чему? К вашему трехминутному совету? Двадцатиминутному совету? Очень жаль. Итак, друзья мои, я вам объяснила, в какой еде что есть. И вся эта еда, она эгоэтрогенная, что значит останавливает работу щитовидной железы. Посмотрите мое видео. И посмотрите, естественно, и очень много из этой еды, также она и высокоэстрогенная тоже. И не всем нужно высокоэстрогенную еду потреблять. Но если вы потребляете, выход, я об этом давно думала, очень давно. Потому что все есть за, все есть против, все нужно ставить на весы и смотреть, что нам нужно. И поэтому, когда ты считаешь, что что-то в твоих силах сделать, я вот это вот делаю для того, чтобы люди через полгода, через год мне показывали результаты, в которых абсолютно все хорошо или уже лучше. В лучшие, потому что не могу сказать хорошо, потому что люди идут к своим заболеваниям очень долго, годами. И поэтому в течение нескольких месяцев, когда люди спрашивают, мне одну бутылку хватит? Не знаю. Я не знаю. Я не делаю тебе личную консультацию. Я не знаю. Я ничего о тебе не знаю. Поэтому каждый человек должен рассматриваться индивидуально. Это все. Друзья мои, все, что я хотела вам сказать на сегодня, я подвела свою черту. Не давайте друг другу советов. Не смотрите никакие каналы, где у кого-то не было щитовидной железы, и она вылечилась, делая вот это, вот это. А ты смотришь на человека, и ты понимаешь, что этот человек, у него оверактивный, чрезмерно активный вот этот гормон, вот этот гормон, что ему нужно. Вот я просто смотрю иногда на людей, вот на каналы какие-то, и думаю, вот эта женщина, которая говорит, а ведь ей срочно нужно к этому доктору сейчас. Понимаете? А вы посылаете на эти каналы своих близких или просто людей, которые написали до вас. Это очень грустно. Такое незнание в наше время – это грустно. Не делайте этого. Вы будете в ответе за того человека, который будет целый год принимать то, что принимала та женщина на том канале, и этот человек может уйти с этого света. А та женщина может еще процветать и бегать по докторам, и бегать еще 10 километров в день. Потому что у той организм совершенно другой. А ту, которую вы послали на этот канал, и которая применила ее какой-то рецепт, это было не для нее. Вы же не знаете, кому вы советуете. Друзья мои, я надеюсь, что это видео вам хоть как-то принесет пользу. Друзья, я была рада дать вам какую-то информацию. Пересылайте видео своим, если вы считаете, что оно может помочь им. Пересылайте своим родным и близким. Пусть подписываются на канал. Когда у меня есть время, я всегда вам дам правильную информацию. О дезинформации и так очень много. С вами была Татьяна Геалакси, и я доктор наук интегративной медицины США. Всем пока-пока. Ваше здоровье только в ваших руках. Пока.